Доброе утро! Студия хорошего настроения продолжает свою работу. Уже завтра в белорусской столице пройдет грандиозное для нашей страны легкоатлетическое соревнование. Поэтому Антон Мартыненко, будучи истинным спортсменом, сбежал от нас, чтобы готовиться к данному мероприятию. А я, Саша Каштанова, продолжаю это утро. Итак, в 16.00 завтра на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике стартует Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров. Подробнее о нем мы поговорим с нашим гостем. Итак, встречайте председателя Белорусской Федерации легкой атлетики, призер Олимпийских игр, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Девятовский. Доброе утро! Доброе утро, Александра! Скажите, вы утро начинаете с пробежек или как? Ну, буду честен, я делаю зарядку. Вот, если так говорить о пробежке, то она дома легкая, не выбегаю. Вот, больше работаю с гантелями, делаю планочку классическую и пресс качаю. То есть зарядка у вас в расписании всегда есть, да? Это обязательно, да. Пару раз в день обязательно. Хорошо, давайте поговорим о Кубке. Мы впервые принимаем соревнования европейского уровня. Расскажите, что это будет, как это будет проходить? Да, действительно, мы гордимся тем, что впервые в нашей истории легкой атлетики отечественной мы принимаем официальный старт, европейский кубок на 10 тысяч метров. Это один из видов легкой атлетики. Вот. Мы боролись с Украиной за право проведения. И вот такая маленькая первая победа есть у нас в стране. И завтра уже наши, ну, скажем так, чемпионы Ольга Музырёных, Светлана Кудилища будут стартовать и многие другие спортсмены на этом Кубке, куда приехало около 20 стран. Ничего себе. Получается, что это мероприятие настолько высокое, да? У нас не было подобных. Не было. У нас были матчевые встречи, да, не официальные. Но чтобы вот Кубок Европы, Чемпионат Европы, Чемпионат мира мы никогда не проводили. Президент поручил, вот когда принимал меня и говорил о том, что надо развивать легкую атлетику, привлекать соревнования в страну для популяризации легкой атлетики. И вот мы рады. Завтра я буду первый блин, надеюсь, не комом. Хорошо. А кто из именитых бегунов будет присутствовать? Кого ловить в объективы фотокамер? В первую очередь мы нацелены на борьбу в командном первенстве женской нашей команды. Это вот Ольга Музырёных на экранах, да, Светлана Кудилищ. Все-таки эти спортсменки имеют, ну, очень высокие рейтинги. Светлана Кудилищ, она, помните, на 3000 метров была в Праге серебряной придёркой зимнего Чемпионата Европы в помещении. Ольга Музырёных всех удивила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, пришла пятой, в жару боролась за пьедестал. Вы помните, на километрах, наверное, 15 вообще вела этот забег. Поэтому у нас есть кому завтра удивить, но в первую очередь, да, это может быть не, знаете, как если Светлана, это Степельча, с Ольгой Музырёных это марафон. Но в целом, если мы суммируем нашу женскую сборную, то у неё есть шанс побороться за высокое место командное. То есть вы ставите всё-таки на женскую сборную, да? Да, вот, пускай мужчина не обижается, но у нас женщина сильнее на порядке. Ура! Хорошо, а кто основные конкуренты, на ваш взгляд, если прогнозировать? Я думаю, что сборная Великобритании, сборная Португалии, Испании будут составлять вот нашим девушкам конкуренцию. Возможно, Италии. Поэтому, ну вот, Великобритания, Португалия, вот мы прогнозируем, посмотрим, какой будет расклад. Я приглашаю всех, конечно, в 4 часа мы стартуем. Будет 4 забега, 2, скажем так, сильных забега, 2 тех, кто на зачёт. Вот, и наши девушки, повторюсь, претендуют завтра на высокое место. Ну, а возле, значит, стадиона мы организуем детскую лёгкую атлетику, конечно, бесплатно. От Федерации будет много очень различных развлечений. Минск, город дарит концертов. Возле самого стадиона будет, поверьте... О, то есть насыщенная программа, поэтому будет на что посмотреть, да? Очень насыщенная, да, да, да. С 2 часов приходите, там будет очень насыщенная программа. Но бег в нашей стране становится всё более популярным. Столько движений, столько любителей пробежаться. Скажите, наверняка в этом есть какая-то ваша заслуга? Ну, надо сказать, что мы в первую очередь, когда было доверено мне, к примеру, возглавить Федерацию, наши команды определили, что будем работать на массовый спорт. Да, поддержка национальной команды, несомненно, детская, лёгкая атлетика. Наш резерв таланта мы их выявляем. Но массовый спорт – это здоровье нации. Мы это не пафосно говорим. Мы говорим, что действительно мы вносим свою лепту, развиваем массовый спорт. В первую очередь через наш минский полумарафон. Это мероприятие вот очень полюбилось всеми. Да, да, да. Мы чувствуем ажиотаж. В этом году мы замахнулись на 30 тысяч участников. Поэтому то беговое движение, какое развивается Беларусь, мы видим, организуется группа, да, наша группа «Фоллоу Минск». Бесплатно абсолютно наш тренер консультирует. В парках города Минска проходят тренировки. Ну и другие, и по регионам идёт такой ажиотаж. Бум! В 126 населённых пунктах присутствовало на Минском полумарафоне. Вы видели яркие забеги на 8 марта, на 23 февраля. Мы бежали и в регионах, в экозабег делали. Но есть такая шутка. У кого нет друга, который ещё не пробежал марафон? Потому что все настолько активно принимают участие. Но марафон – это 42 километра. Вот Ольга Мазурёнок она предлагала. Мы всё-таки полумарафон. Это 21 километр. Но тем не менее, вы знаете, тоже 21 не так просто пробежать. Александра, мы вас ждём на старте. Пожалуйста, давайте готовиться вместе. Но если вы чувствуете, что для вас 21 – это многовато, можно начать с пятёрочки. 5 километров – это для тех, кто начинает. Не надо рвать, надо тихонько, темпом таким для себя, не напрягая своё сердце. То есть это должно быть для здоровья. Рекорды пускай бьют профессионалы. Давайте им оставим джекпот. Вот, давайте вы начнёте с маленькой победы над собой, что для начала вы просто выйдете на старт и, скажем так, себя преодолеете. А потом вы потихоньку улучшаете своё время. Поверьте, мы знаем тысячи примеров вот таких вот жизненных от людей, которые никогда не занимались бегом. Насколько изменил бег их жизнь. И на самом деле они рады, что они связали свою жизнь со здоровьем, с бегом, с позитивом. Потому что это уже другое настроение, поверьте. Это масса эмоций. И это действительно, вот, скажем так, ну, ты продляешь себе жизнь, они чувствуют, насколько им легче всё сдаётся. Казалось бы, ты получаешь нагрузку, но они всё остальное и ту же нагрузку преодолевают уже с лёгкостью и уже себя, скажем так, проверяют на более длинные дистанции. Но это целая культура, это отдельная передача. Можно много взахлёб рассказывать. Но это факт, вы можете зайти в соцсети, посмотреть истории этих людей, они с удовольствием делятся этими историями. Хорошо, но если говорить о детях, то с какого возраста стоит отдавать своих ребят? На самом деле в этом году уже изменяются, скажем так, условия. Можно уже с 7 лет в лёгкую атлетику давать деток, в группы, пускай записываются. Мы всем будем рады. Да, то есть куда обращаться, да, если видят, что дети активные, на рейсах. Если вдруг по месту жительства нет информации, обратитесь в федерацию лёгкой атлетики. Мы обязательно подскажем, куда вашего ребёночка пристроить. Хорошо, я поняла. Ну хорошо, кубок осилили, да? Какие планы дальнейшие? Мы на самом деле сегодня готовимся к Европейским Олимпийским играм. Я надеюсь, что в 2019 году лёгкая атлетика будет представлена. Сейчас буквально последние идут, скажем так, переговоры о том, что лёгкая атлетика всё-таки будет присутствовать на главном стадионе «Динамо». Это, я думаю, будет, не обижая другие виды спорта, один из самых посещаемых, значит, объектов. Ну и мы боремся за матч. Глава государства поручил нам, обратился с просьбой. А эта инициатива пошла от Международной Федерации Лёгкой Атлетики как идея матч США сборной Европы, чтобы он прошёл в Минске, и президент нас в этом поддерживает. Мы работаем над тем, чтобы в Минске в 2019 году осенью мы такой престижнейший матч приняли, и я надеюсь, что белорусские легкоатлеты попадут в эту символическую сборную Европы, и мы увидим в деле с американцами у себя дома, на родине, как бежит Алина Талайля, Марина Разымасова или другие, Иван Тихон, Татьяна Холодович. Масса спортсменов, которые имеют сегодня. Павел Селеверстов сегодня, скажем, раскрывает свой талант и прыгает в высоту. Мы видим, уже с медалью приехал из Белграда. Поэтому у нас ряд талантливых атлетов, которые могут удивить и в 2019 году в Минске наших болельщиков, и надеюсь, на Олимпийских игр в Токио, они не раз, скажем так, в их честь будет подниматься флаг. Ну, я надеюсь, что завтра наши девочки, да не только тоже продемонстрируют своё лидерство. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что в студии хорошего настроения у нас сегодня был председатель Белорусской Федерации Лёгкой Атлетики, призёр Олимпийских игр, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Вадим Девятовский. А впереди новости 24 часа.